Делай тело Делай тело Делай тело Ну что, Елена, прошла одна неделя, мы с вами потеряли 2 кг, 5 см в талии и 1 см в бедрах. Это очень хорошие показатели, но дело в том, что ко всем новым правилам и небольшим ограничениям организм привыкает. И все равно уже обменные процессы как-то застаиваются. И сегодня мы будем учиться разгонять обмен веществ. К точке зрения диетологии хорошо ускоряют обменные процессы, контрастные или разгрузочные дни. Что это такое? Это когда в течение одного дня мы употребляем один, ну максимум два вида продуктов, малокалорийные, ну а принципы все остаются те же самые. То есть каждые 2-3 часа по чуть-чуть. Организм как-то от этого более-менее взбадривается, обменные процессы ускоряются. Ну какие бывают контрастные дни, они бывают разные. Можно даже взять любую первую попавшуюся диету из интернета и любой один день из нее использовать в качестве разгрузочного. И гречневая, и кефирная, и апельсиновая, и мясная, и так далее. Но только один день в неделю. Как я уже говорила, энергию мы берем только из продуктов питания. И чтобы обмен веществ был хороший, надо постоянно каждые 3-4 часа эти самые продукты, то есть энергию организму давать. Ну вот по принципу печки. Чем чаще дрова в печку, в тупку кладешь, тем лучше горит огонь, тем лучше жар. Лучший способ улучшить себе обменные процессы – это физическая активность. Чем больше в организме человека мышц, тем обменные процессы лучше сами по себе. Почему? Потому что 1 кг мышечной массы человека на свои нужды тратит где-то 70-90 ккал в день. А 1 кг жира человека на свои нужды тратит только 4 ккал в день. То есть какой вывод? Чем больше мышц, тем обменные процессы лучше, потому что в покое абсолютно тратится большое количество на них энергии. Елена, сейчас я вам хочу поподробнее рассказать про различные виды физической нагрузки и какой вид энергии при этом у нас в организме тратится и образуется. В нашем организме есть два вида запасенной энергии. Жиры и углеводы содержатся в небольшом количестве в крови, мышцах и печени. Жиры обычно содержатся в большом количестве и везде. И вот если найти какие-то аналоги с бензиновым топливом, то можно сказать, что углеводы это очень дорогое, высоко очищенное, ну просто супер топливо, ну например 98 евро бензин. А жиры это такое, про запас, плохо очищенное, дешевое, грязное, ну в общем дизельное топливо или солярка. Вот это у нас гоночная машинка, которая ездит на 98 бензине на углеводах. Вот это у нас грузовичок, уазик, ну скажем, что он например на дизельном топливе ездит. Вот смотрите, что происходит с нашим организмом, если мы занимаемся разными видами физической активности. Если мы как гоночная машинка начинаем усиленно заниматься физической активностью, то есть ускоряться везде, бегать, поднимать какие-то тяжести, делать силовые упражнения, потеть, еле дышать и уставать, организм сразу начинает тратить то топливо, которое подоступнее, подороже. Углеводы, 98 бензин, углеводы. Углеводы в организме кончаются быстро, ну буквально через 10-15 минут, их уже нет, и только тогда он начинает добираться там до каких-то запасов жировых. Что происходит, если мы как какой-нибудь танк занимаемся умеренной физической нагрузкой? Ну, например, ходим, гуляем, медленно танцуем, велосипед, лыжи, плавание, йога. Организм не будет тратить хорошее топливо, которое у него будет для каких-то ускорений. Мало ли что, может, хозяйка захочет куда-то там бежать за автобусом. Он спокойненько сразу с первой минуты пойдет в жировые запасы и будет тратить вот это вот самое дизельное топливо или жир. Поэтому в основном считается, что кардионагрузка или аэровная нагрузка, она тратит именно жировые вложения. А силовая нагрузка, то есть это ускорение и поднятие тяжелых масс, тратится углеводная нагрузка. Еще лучше использовать интервальные тренировки. Это новое направление и в диетологии, и в фитнес-движении. То есть некоторую часть времени заниматься чем-то медленным и спокойным, но потом буквально процентов 5-10 от времени сделать себе какое-то ускорение или силовую нагрузку. Все время вопрос стоит у худеющего человека, что же делать во время чаепития или кофепития. Все же сидят, печенки и конфетки едят, а мне что делать? Я вам могу посоветовать рецепт домашнего диетического похудательного печенья. Берем все, что дома есть, нежирное и несладкое. Берем нежирный творог, овсяные хлопья или геркулес, отруби, белки и яиц, обязательно какую-нибудь вкусную специю, корицу или ванилин. И чтобы это все было симпатично, немножечко цукатов или изюма или орешков в любых пропорциях замешивайте. Обратите внимание, что нет ни маргарина, ни сахара, ни муки. Если очень сильно хочется сладкого, можно купить подсластители какие-то в аптеке, немножко развести их в кефирчике. Ну, скажем так, на килограмм печенья можно штук в 6-8 этих таблеточек развести и тоже в тесто добавить. Все перемешать и делать маленькие печенки, выкладывать их ложечкой на лист. Его тоже не надо мазать маслом, можно проложить бумагой. Аромат от этих печенок будет замечательный. Выглядеть они будут натурально, как печенки. Их можно с удовольствием при любом чаепитии в большом количестве поглощать. Вреда от них не будет никакого. Причем, если вы хотите, чтобы чай принес вам пользу, в смысле активации обмена веществ, чай можно пить любой, или черный, или зеленый, но без молока. Добавление молока в чай все инактивирует все его полезные свойства. А далее мы отправляемся в женский велнос-клуб «Слим-клуб», который находится на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Слон». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Катяна. Мы вам предлагаем попробовать наш тренажерчик пресс-терапию. А что дает данный тренажер? Он уменьшает объемы тела, эффективно борется с целлюлитом, выводит застойную жидкость из нашего организма. Пресс-терапия позволяет избавиться от отеков различного происхождения, значительно уменьшит объемы тела, эффективно борется с целлюлитом и ожирением, устраняет дряблость кожи, делает ее гладкой и упругой. Пресс-терапия – отличная профилактика варикозной болезни. Лимфодренаж – это выжимающий массаж, способствующий активному выведению из организма застойных жидкостей, токсинов и продуктов разложения жиров. Всего одна процедура заменяет 20-30 сеансов ручного массажа. Пресс-терапия – незаменимый помощник для избавления от целлюлита. Он устраняет основные причины его возникновения – гипоксию и застой межклеточной жидкости в подкожно-жировой клетчатке. Курс состоит из 10-15 процедур. Для поддержания формы рекомендуется 1-2 процедуры в неделю. Что, Лен, расскажи нам про этот тренажер, как ты себя чувствуешь? Такой очень интересный тренажер. Мне очень понравилось. Создается впечатление, как будто бы тебе делают массаж сразу несколько человек. Очень приятно. На этом все. Мы ждем нашу участницу Елену. На следующей неделе смотрите новую программу «Дело и тело» в пятницу в 18.30. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!